Здравствуйте! Это Суддела. Информационная система, которая позволит участникам нормотворческого процесса работать над текстами нормативно-правовых актов по принципу Википедии, будет запущена в конце 2020 года. Система будет называться «Нормотворчество». Вносить изменения в тексты законопроектов можно будет только через нее. Других способов не будет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Шипов на заседании правления Торгово-промышленной палаты России. Название «Нормотворчество» прозвучало впервые в более ранних заявлениях министерства. Проект фигурировал под названием «Единая национальная среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений». У Минэкономразвития уже готова концепция создания системы. По словам Шипова, система позволит создать единую информационную среду, в которой будут протекать все процессы по созданию нормативно-правовых актов. В рамках пилотного проекта к системе будут подключены несколько федеральных госорганов. В случае успеха весь нормотворческий процесс постепенно будет переведен в нормотворчество. Работа пользователей с системой будет до некоторой степени напоминать использование всем нам известной Википедии. Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленные документы на бумаге отправляют на согласование в какие-то ведомства, и прийти к формату, когда все работают в одной среде. Как в Википедии, где каждый, кто имеет право добавлять какие-то записи, он их делает, аргументирует и дальше эти правки принимаются или не принимаются, заявил Шипов. Система будет объединять представителей госорганов, которые занимаются разработкой актов, аппарата правительства и предпринимательского сообщества. Шипов подчеркнул, что нормотворческий процесс в системе должен быть полностью открытым и прозрачным. Никакие правки, кроме тех, которые были сделаны через систему, в нормативно-правовые акты вносить будет нельзя. Чиновник отметил, что это своего рода революция. В системе можно будет осуществлять онлайн совместное редактирование текстов, проектов, нормативно-правовых актов. Кроме того, она будет вести историю поручений и комментариев. Там можно будет ознакомиться с предыдущими редакциями разрабатываемых текстов. В нормотворчество будут интегрированы портал раскрытия проектов нормативно-правовых актов Regulation.gov.ru, официальный портал уже утвержденных актов права.gov.ru и база законопроектов Госдумы созд.parlament.gov.ru. С 2012 года в Госдуме реализуется проект «Газзаконотворчество», известный также как «Электронный парламент». В рамках этого проекта летом 2017 года была запущена новая система обеспечения законодательной деятельности, СОЗД, которая пришла на смену устаревшей автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности АСОЗД, запущенной в эксплуатацию в 1997 году. Более современная СОЗД позволит отслеживать статус законотворческих инициатив на каждом этапе, видеть позиции депутатов по отношению к законопроектам, просматривать видеозаписи обсуждений. У системы есть закрытая часть, которая имеет доступ только участники законотворческого процесса и открытая, с которой могут ознакомиться все желающие. Но, наконец-то, Минэкономразвитие занялся полезным и нужным делом. Количество законодательных актов, принятых за последние 20 лет, превысило всяческие разумные пределы. Наши депутаты даже гордятся количеством принятых законов, хотя гордиться тут особенно нечем. Кодификация такого количества документов традиционным образом стала уже невозможной. Поэтому система обеспечения законодательной деятельности – дело нужное и своевременное. Хочется надеяться, что она позволит устранить законодательную неразбериху и чрезмерно частое изменение законов. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.